Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Братья и сестры, дорогие друзья! Благоставляю всех! Молюсь сегодня и молюсь, друзья, вспоминая жертвы трагедии в эти дни произошедшей в Кемерово. Знаете ли, это действительно страшное преступление против человечности. Страшное преступление, которое совершается на наших глазах. Преступление властей. Преступление прогнившей системы всей насквозь. Коррумпированной продажной системы. Это очень страшно, конечно. И дамы и господа, братья и сестры, я призываю к молитве. Многие молятся. Я вчера весь день просто молился и плакал. Плакал и молился. Я, знаете ли, сегодня тоже, вот утром после литургии нашей, молюсь, смотрю новости, молюсь за Кемерово. Я там часто бывал в прошлые годы, проповедовал Слово Божье в Кемерово. И, знаете ли, вот нашему благочинному здесь отцу Алексею тоже говорил вчера, как раз мы поздно вечером разговаривали по телефону. Я говорил, что месяц, уже больше, чем месяц, в молитве вспоминаю Кемерово. Я еще думал, думаю, а что я вспоминаю я его, Кемерово-то? Молюсь в духе, молюсь на иных языках, молюсь умом, молюсь в духе. И мне все приходит на сердце вот это слово Кемерово, имя Кемерово, как бы название города. Я понимаю, в Кемерово я часто бывал. В прошлые годы проповедовал там, проводил семинары. У меня там много друзей, христиан, разных конфессий, разных динаминаций. И, знаете ли, я по-своему так подумал, своим умом. Нет, чтобы Бога попросить, я тоже, к сожалению, вот так вот тормозил, будем так говорить, торможу порой. Нет, чтобы Бога попросить, к чему это он мне напоминает. Я понимал, что это как бы не от меня даже исходит вот это напоминание о Кемерово в этой молитве. Уже больше месяца, где-то полтора, почти два месяца, как здесь нахожусь, в Киеве, вот это все у меня молитва. В молитве все и возникает слово, рождается само собой Кемерово, Кемерово. Я думаю, значит, я подумал, честно говоря, вот своим умом, так сам, как бы, наверное, это к тому, что мне нужно будет снова посетить Кемерово, проповедовать там Слово Божье. Вот как бы я, из этого исходя, я как бы и пастор Андрею писал, вот как раз Матюшову епископу в Кемерово, Кемеровской области этой. Знаете ли, и, значит, я стал молиться о поездке новой в Сибирь, Дальний Восток. В этом году планирую вновь посетить и Урал, и Сибирь, и Дальний Восток, значит, проехаться с проповедью Слова Божьего. И, знаете ли, и я так подумал по-своему, ну, чисто так вот, по-человечески. Наверное, Бог напоминает мне о Кемерово, чтобы я там как раз провел какое-то центральное служение, наверное, или главное служение в этой поездке. И вот только уже после воскресенья, после этой трагедии, в понедельник уже утром ночью узнал подробности многие. И в понедельник утром узнал, особенно после утренней молитвы. Да, спасибо, спасибо огромное за, значит, молитвы ваши, кто молится. И сегодня, знаете ли, я скажу так, что, когда узнал подробности этой трагедии, и узнаю от пастырей, особенно священнослужителей кемеровских, то, что в СМИ не пишут, в СМИ не говорят правды. Действительно, свидетели утверждают именно самого Кемерово, верующие христиане, а сотня погибших. Вот, и в основном это дети. В основном дети. И это боль, это страшно. У меня у самого дети. У меня шестеро детей. И я, как священнослужитель, уже больше 30 лет являюсь православным священнослужителем. Уже больше 30 лет служу. 32 года уже, как православный священнослужитель, с 87-го года, с 88-го, там, уже постоянно в служении, как сейчас говорят, на полное время сейчас такое выражение есть, такое, знаете ли. Вот, и будучи священнослужителем, я в свое, ну, за этих 30 лет, конечно, и хоронил многих тысячи людей, хоронил разных возрастов. Конечно, самое страшное переживание тяжелее всего было хранить детей. Тяжелее всего было хоронить детей. И поражается низм властей, поражается низм так называемого национального лидера, который себя назвал таким именем. Является он действительно национальным позором нашим, а не лидером. Вот, и когда объявил год семьи, потом развелся со своей женой публично, пред всем народом честным. Я думаю, это очень многим показало аморальность. Вернее, у него своя мораль есть, конечно. У Путина своя мораль есть. Но это мораль с человеческой, с общечеловеческой точки зрения. Это аморальность, аморальная мораль. Это мораль чекиста, мораль палача, мораль... Вот. Он плоть от плоти, это чекист система, которая десятки миллионов людей ни за что просто репрессировала, положила. Тоже исходя из своей морали. Они в свои глаза были правы. Я общался со старыми чекистами. Я сам, в общем-то, можно сказать, вырос в семье чекистов. Моя бабушка, ветеран НКВД еще, дедушка был полковник НКВД. Вот, и потом бабушка вышла замуж за полковника КГБ, уже называлась другая система. Ну, это, в принципе, та же самая. Хрен резкий, не слащий. Вот, и Путин, он действительно, он выродок этой системы. Он рожденный этой системой, будем так говорить. Он, у него своя мораль есть, но это мораль нечеловеческая. Это мораль сатанинская. Это мораль нечеловеческая даже. Это мораль сатанинская. Я об этом очень серьезно говорил, даже пастырям, служителям многим сказал. Когда, представьте, нужно какую-нибудь мораль, чтобы объявить на всю страну публично год семьи, посвятить этот год, весь год, там, я не помню, какой уже год был-то, год семьи в России праздновался. И именно в этот год развести со своей женой. И, притом, я послушал его слова, это было слова полного аморального человека. Вернее, морального, но морального не в человеческом смысле слова, а в сатанинском смысле слова. У сатаны, у дьявола есть своя мораль. Вот, это страшная мораль. И вот трагедия в Кемерово показала, думаю, очень многим, я думаю, что многие россияне, мои соотечественники, многие очнулись уже, многие очнулись, одумались, поняли, что и политики, и религиозники, имея свою мораль, сатанинскую мораль. Они, в нашем общечеловеческом смысле слова, они аморальны. Я даже не говорю о библейском смысле слова. В библейском, действительно, смысле слова, это грех. И молюсь сегодня, конечно, за всех жертв. Тысячу жертв этой трагедии. Тысячу жертв. И я тоже жертв этой трагедии. Я тоже. Знаете, я вчера плакал, и, ну, вплоть до остановки сердца. Я молился, и это была такая боль. Даже сейчас больно. Даже сейчас больно. И Тысячи матерей, отцов, они сегодня в молитве, они сегодня сострадают сотням матерей и отцов кемеровских. Какое-то ритуальное жертвоприношение состоялось. У меня других слов просто нет. Из всего того, что я слышал, прочитал, увидел, у меня только одно заключение. Это какой-то сатанинский обряд. Целенаправленно просто уничтожение, сожжение, как, знаете, вот в древности, там, молоху, там, приносили детей в жертву. Как в Беслане убийство детей совершило власти, совершило убийство, бессмысленное убийство детей. Бесланская трагедия, она до сих пор стучит в висках, в сердце. Другие трагедии, но вот эта трагедия, которая сейчас разыгралась, я думаю, она действительно пробудила миллионы, уже миллионы даже людей, уже даже не тысячи, уже миллионы людей. И в России, и во многих других странах. А особенно, я думаю, эта трагедия должна пробудить миллионы людей, которые голосовали за Антихриста. Голосовали, бросали в урны приговор своей стране. Великий позор избрали, великую трагедию. И в особенности те, кто сами не живут в России, знаете ли, живут в свободном мире, в Америке, в Израиле, в Европе, а голосуют за действительно убийство России, за убийцу России, за Антихриста, который действительно щупальцами своими окутал всю страну нашу. Молюсь сегодня за нашу страну, молюсь сегодня за Россию, как гражданин России и как украинский епископ. Война между нашими странами информационная и даже на поле брани, хотя она не объявлена официально, эта война, но от этого она не становится менее страшной. Наоборот, даже скажу, она еще более коварная и еще более страшная. И все эти войны, все эти вот, все, что происходит, друзья, я знаю, что только лишь одно есть действительно чудо. Одно одно есть как сказать это исцеление, панацея, одна из панацея для нас, для всех это кровь Иисуса Христа, святого Агнца кровь. Это жертва Голговского Иисуса Христа. В преддверии Пасхи я молюсь, я молюсь о том, чтобы действительно как Христос Он пролил свою кровь за нас, чтобы сегодня его освобождающее вот это благодатное действие свершилось в судьбах миллионов миллионов людей и россиян и украинцев и всех-всех-всех. Особенно за страны бывшего безбожного этого атеистического Советского Союза, сатанинского Советского Союза. Мы так даже и расшифровывали раньше СССР сатанинский Советский Союз. Вот. И потому что впервые в истории человечества на нашей земле сто лет назад возникло такое не знаю как назвать даже это какой-то сатанинский эксперимент что ли вот возник вот страна в которой провозглашалось официально что Бога нет не было и не надо война против Бога против небес и она продолжается уже больше ста лет война против Бога открытая порой она скрытая сейчас она более скрытая даже с элементами религиозности знаете ли взяли даже православие на знамена свои сатанисты сегодня и антихрист этот сидящий в Кремле но я скажу так что друзья действительно сегодня время пробуждения я молюсь я паки паки говорю снова и снова молюсь чтобы кровь Иисуса Христа чистого непорочного агнца она омыла сегодня чтобы людям могли принять и в Кемерово вот пострадавшие вот мамы папы дедушки бабушки все родственники это тысячи людей пострадавших чьи сердца тоже горели будем так говорить вместе с их детьми внуками братьями сестрами одноклассниками одноклассницами горели там в том кинотеатре в том сатанинском жертвоприношении бесам этому молоху друзья сегодня призываю кровь агнца Божьего Иисуса Христа ни в ком другом нет спасения нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало нам спастись нет других имен я сегодня провозглашаю величайшее имя Иисуса Христа и молюсь также о том что как Христос воскрес из мертвых славой Отца чтобы Он воскресил сегодня нас воскресился для нашей народы чтобы сила воскресшего Христа сила воскресения воскресила сердца миллионов миллионов душ воскресила Кемерово воскресила Сибирь Сибирь матушка молюсь за тебя я часто проповедовал в Сибири часто проповедую я всю Сибирь объездил вдоль и поперек с проповедью Слова Божьего и знаете ли всегда молился и молюсь за этот огромнейший регион и сегодня обычно сердцем Сибири Кемерово никогда не называли но сегодня сердце Сибири стучится в Кемерово сегодня там боль Сибири и сердце России сегодня кровью истекает там благоставляю всех вас дорогие друзья наипаче моих друзей в Кемерово благоставляю всех верующих кто писал мне и пишет кто молится кто пишет как раз и сообщает о реальном положении дел не о том что пишут в СМИ и говорят по телевизору о том что действительно произошло страшное молюсь за всех вас дороги друзья и огромное спасибо я сейчас в Украине сейчас здесь в Киеве у себя в церкви я гражданин России но я являюсь украинским епископом и знаете для меня тоже свидетельство славы Божьей украинский народ в целом конечно всякие люди есть но в целом в большей своей массе знаете ли несмотря на все боли и обиды что причинили россияне украинцам вот несправедливо аннексировав захватив Крым захватив часть Донбасса в этой кровопролитной войне уже десятки тысяч погибших с обоих сторон десятки тысяч вдов сирот это страшно но если украинские солдаты гибнут хотя бы на своей земле защищая свою родину то наши то куда полезли тоже опять таки жертва этому антихристу молоху этому страшно конечно и здесь в Украине хотя бы солдат хоронят открыто с плачем не скрывая этих слез горе стоя на коленях в молитве а у нас хоронят скрыто как биологический мусор или просто скрыто закопались и забыли и боимся в этом даже вспоминать страшно конечно друзья были времена как там не помню классе я забыл кто же это говорил Некрасов что ли или кто были времена похуже да не было подлее вот так вот Некрасов писал по моему были времена похуже да не было подлее если о Некрасовских временах так можно было говорить ему то о наших временах это сказать наипаче надо действительно вот и были времена похуже да не было подлее раньше если даже война объявлялась там в древности читаешь там объявляли заранее вот оповещали была какая какая-то мораль своя этика войны даже хотя это тоже аморально но хоть какие-то человеческие принципы держались выходили в чистое поле там сражались армиями хотя тоже мирно погибали люди в 20 столетии вообще большая часть погибших воинах это мирные люди а в наш век уже начало 21 столетия уже сообщает больше 90 процентов всех погибших воинах это мирные люди не военные военных погибло меньше 5 процентов по данным международных наблюдателей за войны за те войны что идут сейчас в том числе вот и в Украине вот вот это российско-украинская война это страшная очень опять-таки ради чего ради возрождения союза говорят ну да я спрашивал ребят ехали в Донбасс воевать еще тогда вот значит с самого начала было боевых действий с Орла ехали простые ребята русские куда а хохло убить я этим а зачем ну как же советскую советский союз возрождать то есть вот их мнение только такое было опять ради чего зачем оно нам надо зачем для чего давайте жить мирно давайте жить спокойно давайте жить пусть Украина будет Украиной Россией будет Россией ну как бы давайте жить как братья значит и вот в том стихотворении очень сильно эмоционально было сказано слушайте никогда мы не будем братьями никогда мы не будем братьями ни по родине ни по матери это правда и там такие вот слова такие боли писаны но я сделал такой ответ со своей стороны еще на эти слова эмоциональные я сказал еще такие слова тоже но мы будем во христе лишь во христе лишь мы будем братьями не по родине не по матери вот и это я опубликовал тоже сети тогда вот многие потом благодарили действительно что да даже на поле брани кто сражался благодарили а то вернулись благодарили понимали что действительно лишь во христе только во христе это мир я свидетельство капелланов слушал вернувшиеся с войны и зато опять таки тоже не война называется а то просто а то как то а то а то а шо а чо такой позор знаете ли мы сейчас живем в то время когда уже зло уже не называется злом как то еще там по-другому как то допустим убийство не называется убийством там война не называется войной уже даже хамство называется вежливостью и вообще но то есть все полностью поменялось мире меняется нас на глазах буквально глазается вот все и в этот в эту злую эпоху в это в это зло в это злое время очень важно держаться господа иисуса христа очень жалко что многие христиане сейчас не держатся слова божьего но я призываю к этому друзья давайте держаться слово божье давайте держаться крови иисуса христа я так понимаю что я ничего не знаю кроме христа распятого вот я это знаю я только это проповедую я потому что знаю что действительно во христе иисусе распятым ради нас он есть наша пасха заклоны за нас в нем есть исцеление в нем есть спасение в нем есть воскресение и пусть христос воскресший из мертвых он воскресит нас воскресить церкви наши воскресит община наши динаминации конфессии воскресить страны наши народы наши его пусть это духовное пробуждение которым пророчествовали многие говорили и молимся о котором пусть она совершится действительно как написано встань спящий воскресни из мертвых я святить тебя христос спящих бог пробудет мертвых воскресит спящие души бог разбудит мертвые души воскресит спящие церкви конфессии динаминации бог пробудет мертвые как вот наше православие в целом собрать мертвых сожалению чаще всего даже не спящие это протестанты католики могут молиться о пробуждении я считаю его православные не можем молиться о пробуждении и не имеем право даже с молиться пробуждение мы имеем право лишь мы сейчас молиться о воскресении если человек уснул не сном смертном в смысле а услуг так вздремнул и моргнул или просто уснул его из его не надо так там он просто наших это пробудить надо его а если он уже уснул сном солнцем с над��ом Wagyu размер уже все эти Тем более смердит уже, а сейчас так смердит от православия, в целом вселенского, я имею в виду, православия, что это вонище поднимается и распространяется со страшной силой. И поэтому молиться о пробуждении православия бесполезно. Я это понял. Как реформатор уже больше, чем 20-летнего служения моего реформаторского, евангельского православного служения, я понял, что бесполезно молиться о пробуждении православной церкви. Надо молиться о воскресении церкви православной. И воскреснет церковь православная, и воскреснет из мертвых. Спящей конфессией, динаминацией Бог пробудет, а мертвых, как нас, воскресит. И осветит тебя Христос, свою единую церковь свою, свою непорочную, не имеющую пятна, порока, чего-либо подобного. И это не утопия, дамы и господа, братья и сестры, это не утопия. Если Господь устами помазанников своего Павла, то писал, это Библия, это Божье слово. Я верю, что это Богу вдохновенно. Я верю, что действительно это совершится. И оно уже совершается понемногу, но еще совершится. Я молюсь лично о том, чтобы действительно тысячи и тысячи моих коллег пережили чудо воскресения, как я пережил в 96-м году, покинув, тогда я даже был вынужден просто выйти, по идейным соображениям из традиционной Русской Православной Церкви Московского Триархата, из этой коррумпированной мафиозной структуры, политизированной. Мы, церковь, мы не имеем права быть под политикой, под бизнесом, под криминалом, там, значит, там или как-то еще нет. Мы имеем только лишь одно право, быть под нашим главою Иисусом Христом. Лишь Он наше все. Все остальное ложь. Все остальное ложь. Не можем мы служить политике, мамоне, чему-то еще и Богу. Нет, так не получится. И это не получается, действительно. Только лишь Христос. Только Иисус. Только благодать. Только Богу слава. Вот эти пять только, да, реформации вспоминаем. Благоставляю всех вас. Благоставляю во имя Господне. Друзья, паки, паки. Снова и снова говорится. Благоставляю во имя Иисуса Христа. Священническим благоставением благоставляю. И пусть Пасха наша, Христос, действительно, свершится в наших судьбах. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения. Дамы и господа, братья и сестры, возлюбленные во Христе, нет другого имени под небом, данного нам, человеком, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Иисусу навеки. Слава Богу. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Сегодня у нас 27 марта 2018 года. В России общенациональный траур. Он не объявлен властями, он объявлен самим народом. Люди сами это осознали, сами плачут. Вчера траур, сегодня молимся. Пусть Бог благостроит вас всех, дорогие друзья. До встречи и на земле, и на небесах. Во имя Христа Иисуса. Ну и отдельное спасибо, конечно, тоже, потому что я так редко выхожу в прямой эфир. Вот здесь вот на YouTube чаще всего, здесь вот на Facebook чаще всего на YouTube, на канале YouTube выхожу в эфир. Поэтому я хочу тоже сказать и друзьям моим здесь, на Facebook, в этой социальной сети, огромное всем спасибо за то, что вы поддерживаете мое служение Господу. И духовно, молитвами, словами своими так же. Вот, и материально, финансово. Это очень важно. Пусть Бог благостовит вас всех, дорогие друзья. До встречи. С Богом. Мир всем вам. Да, и хотя Пасха еще формально не наступила, но наша Пасха Христос. И тем более, в этой боли я хочу просто сказать, есть исцеление. Христос воскрес. Воистину воскрес. Аминь.